Лучший вуз страны это Новосибирский государственный университет. Благодарительный фонд Владимира Потанина составил очередной рейтинг ваших учебных заведений России. Третий год подряд лидер не меняется, а в первую пятерку также вошли Уральский госуниверситет имени Горького, Казанский федеральный университет и Российский педагогический университет имени Герцена. Крупнейший вуз России МГУ, единственный представитель Москвы в первой пятерке, он ее замыкает. В рейтинге благотворительного фонда Потанина участвует 60 крупнейших государственных вузов. С нами в студии генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина Лариса Зелькова. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему Новосибирский госуниверситет? Первый вопрос. Вот где конкурс больше, в МГУ, в Санкт-Петербургском госуниверситете или в Новосибирском? Я думаю, что первые два переезжают. Это люди заблуждаются? На самом деле надо ехать в Новосибирску учиться? Наш рейтинг, он не про конкурс на поступление в вуз, когда студент сдает экзамены, потенциальный студент, абитуриент, то он, поступив в университет, как правило, расслабляется и думает, ну вот, я уже в МГУ, уже все отлично у меня. А если бы он поступил, допустим, не в Московский университет, а в свой, в своем городе университет, который вроде и не такой известный, не такой заметный, то он старается изо всех сил и пытается наверстать все то, что нужно ему наверстать. Так вот, наш рейтинг, он как раз про продукт системы высшего образования, потому что мы оцениваем не аудитории, не технические средства, не научные публикации, а оцениваем знания и активность студентов, которые учатся в университете, и знания и активность молодых преподавателей. Так устроена наша программа, которой 10 лет. Эта программа конкурсная, поэтому у нас есть возможность во всех 60 университетах, проводя конкурсный отбор, получать довольно объективную картину. Она составлена поднима тем же критерием, и в этой картине есть три части оценок студентов и одна часть молодых преподавателей. Действительно так происходит, что вы ведь по одинаковым критериям везде оцениваете, и можете делать какие-то сравнительные выводы, сравнительный анализ. Действительно так происходит, что, например, в столичных вузах люди поступают, и, в общем, наверное, общий уровень выше, средний, но люди сразу начинают работать с первых курсов. Они уделяют самой учебе и науке меньше времени, чем это происходит, например, в том же Новосибирске, где люди идут в вуз для того, в первую очередь, чтобы учиться, а не для того, чтобы расширять кругозор, общаться и так далее. Вы почти ответили на свой вопрос. Картина, на самом деле, еще более сложная. Мало того, что сами студенты, поступив в Москве в университет, и особенно те, которые приехали в Москву, вынуждены для того, чтобы жить как-то более-менее приемлемо работать, и, как правило, не по своей будущей специальности. И таким образом учатся они в промежутках между работой. Так еще и молодые преподаватели, которые тоже участвуют в нашей программе, к сожалению, в Москве гораздо слабее, чем в региональных вузах. И это проблема, связанная с рынком труда. Все наиболее амбициозные, активные и качественные выпускники сегодняшних университетов, московских, как правило, не остаются работать в своих альмаматор, уходят в различные компании, ну, скажем так, уходят в другие сектора. И университеты мало могут что им предложить. Конечно, есть исключения из этого правила, но в основном тенденция именно об этом. То есть отличная вещь, наверное, это студенческий университетский городок. Ну, то, что есть, например, в Новосибирске академгородок, когда люди в замкнутом пространстве учатся, что-то изучают, занимаются наукой. Ну, это то, что и в США, например, присутствует, то, что у нас совсем не развито. Меньше искушений, вокруг ученые, все способствует тому, чтобы заниматься наукой. Чтобы в город попасть в Новосибирск, надо проехать там автомобили, наверное, минут 20-30. Ну, я, честно говоря, думаю, что для молодых людей преграды только распаляют их интерес к жизни вокруг них, поэтому вряд ли их можно остановить удаленностью академгородка от Новосибирска. Я думаю, здесь другая конструкция, и у нас она в программе тоже заметна. Мы предлагаем нашим стипендиатам готовить их волонтерские проекты по трем направлениям, понятным им, независимо от будущей специальности. Мы предлагаем подумать над их проектами в области студенческой науки, студенческого самоуправления и социально значимых различных программ. Так вот, наши студенты активнее всего ведут себя тоже не в московских вузах. И проекты, которые они готовят на наш конкурс, как правило, самые зажигательные за пределами Москвы. А стипендии большие? Стипендии 3,5 тысячи рублей ежемесячно. И дальше, как у вас происходит все вот это? Вот они сделали эти программы, а дальше что? Это финальная точка. На самом деле, наша стипендиальная программа построена на отборе в вузах среди отличников. Для того, чтобы стать нашим стипендиатом, нужно не менее двух сессий подряд учиться на одни пятерки. Но это только основание для участия в конкурсе. Мы всем автоматически стипендию не даем, поэтому они приходят на наши двухэтапные отборные соревнования. Те, кто их достойно выдерживает, а мы не проверяем знания. Потому что мы считаем, что мы никогда лучше преподавателей, не можем проверить знания по предметам. Можем проверять только умение логически мыслить, интеллектуальный потенциал человека, ну и другие разные личностные качества. Так вот, по итогам этого отбора мы выбираем в каждом вузе около 20 лучших студентов, в зависимости от размера университета, и выплачиваем стипендию. А вот уже нашим стипендиатам, в дополнение, заинтересованным, готовым развиваться дальше, мы предлагаем другие виды активности и проводим для них летнюю и зимнюю школу, куда они привозят свои проекты. Вот по этим трем направлениям. Наука, самоуправление и социально значимые программы. Так вот, возвращаясь к разговору о студенческих городках, мне кажется, нашим университетам очень сильно не хватает функции социализации. Потому что в той модели кампуса, которая существует в зарубежных университетах, у студентов, как правило, есть много возможностей для того, чтобы себя проявить в понятной и доступной им области. Ну, не знаю, там, управлять общежитиями, создать детский сад для детей, для семей, студентов, учиться, заниматься наукой и так далее. Вот мы в некотором смысле пытаемся их научить этому, благодаря нашим школам. Хочу сказать, что Никита Благоловцев, который к нам подселился за информационный стол, так кивал всю дорогу, что мы говорили, что мне сложилось впечатление, что, а, Никита, ты учился в Новосибирском университете, и бета получал стипендию 3,5 тысячи, да, у тебя есть какой-то проект. Огромное количество моих, не огромное, несколько моих однокурсников проходили как раз испытания, о которых мы сейчас слышали, и получали потанинскую стипендию. И что с ними теперь? Да все по-разному. В основном у них все хорошо, а один из них даже преподает в институте сейчас, в котором он учился. Где, в Москве? В МГИМО, да. Вот видите. Мне особенно это приятно. Скажите, а к ЕГЭ вы как относитесь? Я отношусь к ЕГЭ как к реформе, которую нужно пережить, сделать ее, результат ЕГЭ и внедрение ЕГЭ максимально качественным, потому что это единственная дорога, мне кажется, для нас, чтобы унифицировать систему испытаний для выпускников в школу. Другой вопрос, что качество ЕГЭ должно быть высоким. К этому надо стремиться, по крайней мере, сюжет неизбежно. Лариса, большое спасибо. Лариса Илькова, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.